Всем привет! Меня зовут Смайлик, и сегодня я вам хочу рассказать по поводу наших двух бывших актеров, таких как Стелла и такого мальчика как Эрнест. Не помню, как его звали по видео, не суть. Что я могу вам рассказать по поводу Эрнеста? Я его знаю не так долго, потому что приехал сюда намного позже других ребят, но не суть. Наше общение с Эрнестом, как он говорит, было очень хорошее. Я очень хороший человек. Мне приятно, что он за меня так подзывается, но наше общение было буквально на нулевом уровне. На нулевом уровне это что? Это привет-привет, пока-пока. Все, ничего большее. Что-то пообсуждать, помочь чем-то. Никогда такого не было. Что я могу сказать по поводу Стелла? По поводу Стелла я могу сказать намного больше, так как знаю этого человека примерно 4 года. И за 4 года нашего общения, ну как общения, так же самое как с Эрнестом, привет-привет, пока-пока. И было у нас достаточно много конфликтов с этим человеком. Что я могу сказать по поводу нее? По поводу нее я могу сказать лишь то, что этот человек является стрессо-неустойчивым, этот человек является со вклонениями, этот человек просто псих. Потому что этот человек способен ворваться своими зубами вплоть другого человека и просто оторвать вот так вот кусок плоти, понимаете? Это было у нас. Ну, у меня еще практик не было, но я видел и видео, и фотки, как Вика просто вот так в заку, в спину вот так зубами врывается и просто так отрывает. Ну, как вы считаете, этот человек будет считаться нормальным? Я думаю, нет. И как вы думаете, ну, как можно вообще общаться с людьми, которые способны на такие поступки? Ну, моя компания, мои друзья, они считают, ну, я считаю их адекватными ребятами, и у меня никогда не было друга, способного на такие вещи. Вот. Еще знаю про Эрнеста, видел и фотки, и видео, то, как он употребляет наркотические вещества. Знаю про то, что как только-только он приехал на съемки, первое их знакомство, это было то, что он пришел, сказал всем, что он там на отходах от каких-то колес. Ну, я считаю, что это тоже, ну, просто ненормально. И если вы будете верить просто людям, которые в прямом эфире рассказывают какой-то бред, что-то придуманное со своей головы, это дело ваше. Но правда есть правда. Они психи.